Почему у корейцев в основном детям дают русские имена, и почему не дают сейчас казахские имена? Очень интересный вопрос. Я писал об этом и говорил об этом, но тут надо исходить из нашей истории, истории корейцев, которые живут сейчас в Казахстане. Такой же вопрос, конечно, можно задать и представителям других этносов, которые проживают сейчас в нашем политическом Казахстане, почему они не дают казахских имен. Видимо, в первую очередь это связано с историей, с продолжительностью периодов. То есть, когда корейцы переселились на Дальний Восток, то, безусловно, им нужно было адаптироваться и как можно быстрее показать, мы свои, мы свои. А каким образом? Это еще было связано с тем, что корейцы стали принимать православие и так далее. Вот почему появились русские в первую очередь имена, но не только русские. И вот, скажем, среди корейцев старшего поколения были такие имена, скажем, как Абрам, Моисей, то есть еврейские имена. Поэтому стали давать русские имена. Но затем вот в Казахстане, когда депортировали их и уже родившиеся на Дальнем Востоке имели там имена, там, Владимир, допустим, Екатерина, Михаил. И были такие комические случаи, когда класс, допустим, да, в Уштобе вызывает там Ким Сергея, поднимает пять человек рук, допустим, да. Это Пак Вера, три человека поднимает. И вот тогда стали давать звучные имена, европейские, редкие. И у корейцев есть очень редкие имена в этой связи, чтобы как-то вот это отличалось. А почему корейцы в Казахстане не дают казахские имена? Ну, потому что все-таки корейцы очень быстро переселились в города, а в колхозах тоже это были корейские переселенческие, одни корейцы жили. А затем, когда переселились в 60-х города, то, ну, мы знаем, что из-за вот этого великого голода в коллективизацию, да, очень много казахов погибло просто, да. Потом сюда переселили очень много разных народов. В итоге казахи в своей республике, на своей земле, они стали даже меньшинством. Корейцы, естественно, больше, наверное, общались с другими этносами, за исключением, там, скажем, Сардинской области или там, да, Каратальского района. И сейчас уже, ну, очень много смешанных браков, и я знаю уже немало случаев, когда вот корейско-казахская или казахско-корейской семье дают имена казахские, стали давать уже. Вот. Поэтому я думаю, что в будущем число вот детей с такими традиционными казахскими именами, хотя мы тоже условно можем сказать, что это казахские, это могут быть арабские имена, да, они будут давать, потому что они звучат красиво, они имеют смысл. Я расскажу один забавный случай, когда я смотрел архивные документы, то вот в одной семье комбайнер колхоза «Достижения» Яга Алексея, у него было три сына. А это тоже корейская традиция, давать имя, которое начинается с одним иероглифом, допустим, Ким Мангым, а его брат был Ким Мангем. Ким Мангым, все знают, герой «Суд с труда», да, колхоз «Авангард», рисовод знатный. Так вот, старшего сына у этого Ягая Алексея звали Владимир, второго сына звали Володя, а третьего Вова Ягая. Это о чем говорит? О том, что вот следовали традиции, но именик был короткий, и люди были не вполне, скажем, грамотными в русском языке, а в сельсовете, как сказали, так и написали. Поэтому с именами, конечно, будут происходить изменения в ту сторону, как ты задал вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!